Слово «Красиво» намного красивее, чем здание Европарламента. Я хорошо знаю этот проект, я занимаюсь строительством этого проекта. Этот проект закончится в мае 2012 году. Что касается положения, в котором находится строительство этого здания, мы уже закончили фундамент. Чтобы вы представили, 1200 сваи, длина которой 28 метров, ширина метр с половиной. Это самый большой объем, что можно было сделать, на чем все это будет стоять. Это купол железный, семиэтажное здание. Это мы уже все сделали, уже поднимаемся вверх. Уже ремонтируются краны, и где-то через три месяца можно будет какие-то контуры этого здания посмотреть. Где-то 30% строительства под землей, это коммуникации, все уже закончено. Мы идем по плану. Расписан каждый день. Это очень сложное строительство. Четыре очень больших крана одновременно будут работать. И там схема, экспансы нам в этом помогают, вместе с нами работают. Так что это большой вызов. То же самое, очень много наших граждан работает на этом строительстве. Это очень нетрадиционное строительство, это не дамо строительство, а очень важное, серьезное здание. Технически сложно его исполнять. И мне кажется, что люди, которые два года на строительстве будут работать, у них будет опыт работать, такой важный опыт, продолжение дальше, чтобы работать. Я говорил, 22 тысячи человек. Представляете, если из 22 тысяч человек на следующий год останется 15, которые будут работать в строительстве дороги, для нас это очень важно. Люди во всем мире очень много денег тратят на то, чтобы готовить специалистов. Вы знаете, что это наша проблема. И поэтому мне кажется, что в третий год уже эта маржа, 22 тысяч человек работает на строительстве. Это же бум, реально же бум. Вот вы если ездите, вы же видите, везде дороги строятся. Везде дороги строятся. Здание правительства закончится в этом году уже в конце. Тоже из стекла будет очень красивое здание. И все это будет в центре большого и красивого парка. Проект этого парка я тоже вам могу показать. Там будут озера. Будет очень все красиво. И парламентарии, и гости, которые туда будут приезжать. Им будет, правда, очень приятно работать в Кутаисе. Мне кажется, этот сегмент нашего строительства закончил. Я хочу сказать, что я хочу вам объяснить большой сегмент, что такое для нашего министерства. Это региональное развитие. Я хочу сказать, что вы знаете, что есть Сакребулу, есть Гангеба в Грузии. 63 таких центра. Я хочу сказать, что для нас очень важно, чтобы у нас были выборы. Сакребулу мы получили, чтобы люди правильно распоряжались суммами, которые мы выделяем в местные бюджеты. Сейчас есть несколько программ в селах, которые работают. Программа есть такая о помощи села. Когда село само садится, и оно... Свою проблему само... Сама решает, где тратить эту сумму. В губернии входят... Какой-то контроль над губерниями у нас есть, конечно. И мы над всеми этими инфраструктурами и проектами работаем. Я хочу сказать, что мы вместе с коллегами из Европы сделали план регионального развития. Это очень важно. Это документ, который, мне кажется, что какой-то очень важный документ, который наше правительство приняло. И мы знаем, и знают наши доноры, в каком направлении мы должны идти. Мы сделали стратегию развития регионов на 2010-2017 годы и сделали проект, и сделали этот план развития уже на следующий год. И доноры знают, как нам помогать, и правительство знает, и все министерства знают, в каком направлении должен развиваться регион. Потому что мы понимаем, что если не будет у нас сильных регионов, центру будет очень сложно. И я правда рад, что часть Дорожного департамента перешла в Кутаиси. И счетная палата, Конституционный суд в Батуми. Сейчас вот парламент переходит. Это вот я был на днях с шефами самоуправления, встречался в Кутаиси. Мы разговаривали. Это воздух для них. Это воздух развития. Потому что там суммы тратятся. Там очень много людей. Мы не можем сказать, что у нас все хорошо, но мы можем сказать, что у нас есть план развития. И это очень важно. Да, вот вы затронули как раз ваши будущие планы вашего ведомства. И давайте подытожим наш очень интересный разговор. Правда, очень интересную беседу. Но если вам нравится, я рад. Да, спасибо. Финансирование вашего ведомства в этом году заметно увеличилось. Скажите, пожалуйста, я... Почему заметно? Что вы знали, сколько было у нас в прошлом году и сравнивать... Увеличилось. Не так уж увеличилось, но мне кажется... На что будут израсходованы эти средства? Я вам говорил, что у нас реальная проблема с водой. И мы будем тратить деньги на воду. Где-то 500 миллионов лари мы будем тратить на дорожное строительство. Так что у нас дорожное строительство немножко больше мы потратили в прошлом году. Так что у вас неверная информация. Будем заниматься регионами. Это очень важно для нас. Развитие туризма... И мы продолжаем строить ту же самую дорогу, которая дорогая для нас, конечно, в Суанете. Сказал президент, что несколько сот миллионов мы хотим потратить вложить в Суанете государство, чтобы потом оттуда, конечно, и прибыль получать. Это очень важно. Очень важно развитие, конечно, регионов. Мы идем в этом направлении. Я не знаю, вы знаете ли, мы занимались очень сложно строительством домов беженцев. Это тоже будет продолжаться. Мы уже начали строить в Батуми, заканчиваются поты и в Алтубе. Ну, это строительство будет продолжаться, конечно. И мы построили очень много школ в этом году. Так что я хочу сказать, что может быть сложно запомнить название моего министерства регионового развития инфраструктуры. Нет, мы помним очень хорошо. Да, некоторые говорят, что одно или другое – это инфраструктура, это развитие. Это очень важно. И поэтому приоритеты не будут меняться. Но мне кажется, что если можно что-то отметить, это проекты, владельные проекты, которым мы должны уделять и много времени, и больше сумм. Когда мы начинали прошлый год, у нас были другие вызовы. Эти вызовы возрастали и возрастали, и в конце года у нас был правда бум строительства. Я буду рад меньше спать, но если этот год будет таким же удачным, как и прошлый. Мне кажется, что это для государства принесет новые проекты, новые дороги, новые дома, прибыль, что очень важно. Так что мне кажется, что будет очень серьезным и очень плодотворным этот год. И я надеюсь, что когда в конце года мы встретимся, у вас будет больше разговаривать. Сейчас эта передача в хорошем формате, но мне кажется, что... Нужно увеличить ее, да, вы думаете? Ваш формат увеличить. Да, увеличить. Я больше говорил, чем вы, так что... Спасибо вам большое. Мне кажется, что за час где-то мы дали нашим зрителям какую-то информацию. Еще раз я хочу сказать, что я правда чувствую и моего министерства, и мои коллеги, поддержку тех людей, которые мы все время разжижаем по всей Грузии. И они понимают, что мы все сразу хотим, все сразу не получится. Большое спасибо, что вы дали возможность мне с моими гражданами разговаривать о том, чем мы живем и собираемся жить. Спасибо вам большое. И удачи вам в вашем нелегком пути. Большое спасибо. Интервью с главой самого молодого ведомства оказалось для нашей пока еще молодой передачи самым длительным. И может, мы не успели затронуть все интересующие вас вопросы. Однако, как утверждает министр, у нас с вами есть возможность лично проверить результаты работы Министерства инфраструктуры и регионального развития. Это был «Взгляд». Встретимся в следующую пятницу. Министерства инфраструктуры и регионального развития.